Приветствую вас, я прочитал ваш текст, вот, давайте будем разбираться в нём. Значит, первый момент, который я хотел вам озвучить, это момент такой, что ваши общие интересы с девушкой, это интересы семьи. Я, конечно, не знаю, что у вас общего, может быть, у вас ещё что-то общее есть, вот, но, тем не менее, общего у вас только семья, как я понял, это желание семьи. Понимаете, вы пишете, что любите девушку, да, любите её и хотите семью. Так вот, как это не парадоксально звучит, но нельзя любить их отец-семью. Вот это разные вещи. Это разные вещи. Любите их отец-семью. Это первое. Второе. Семья – это естественное развитие отношений. То есть, когда люди готовы делать что-то друг для друга. Ну, вот вы, например, да, вы, например, вы были готовы что-то делать. А она – нет. Вы это не приняли. Продолжая требовать от неё того, чтобы она что-то делала. Какая же это любовь? Какое же это принятие человека? Я верю в то, что вам, что вы хотите семью. А при другом. Зачем вам эта семья? Для чего она вам? Вот какой вопрос. Ну, интересно, что вы, значит, пишете партнёрше моей 23 года. То есть, ни женщине, ни девушке, ни человеку, ни, там, вот себя, например, вы по имени назвали, а её, значит, никак. Ну, вот. Это всё, ну, говорит о том, как вы её воспринимаете на подсознательном уровне. А на подсознательном уровне вы воспринимаете её так, что она просто, она просто инструмент, она просто средство для достижения вами ваших целей. Значит, ну, далее вы пишите, что когда вы с ней встречались 5 лет назад, тогда было всё несерьёзно, значит, вы не были в отношениях код, занимались самопознанием, читал книги, особых отношений, ни с кем не собирался строить. А самопознанием с какой целью занимались, какие проблемы были до этого. Потом мы случайно начали общаться, она стала старше и умнее, я точно повзрослел, стал ответственнее и серьёзнее подходить к жизни. Ну, вы знаете, я бы сказал так, что вы стали подходить к жизни, я не знаю, как вы подходили к жизни раньше, но вот на данный момент вы подходите к жизни очень однобоко, узко направленно. И чего греха стоить достаточно тиранично и авторитарно. Почему я поясню, но вот ответственности я у вас не увидел. Значит, так, что вы ещё пишите. Взрослый человек тоже не увидел взрослых, потому что, ну, как вы ведёте себя, да, ну, взрослый человек так себя вести бы не стал. Это именно взрослый, ответственный человек, серьёзный человек. Так, значит, вы пишите, что взрослый, в связи с некоторыми обстоятельствами жизни родители развились, когда мне было 19, и я начал повзрослять себя и мать. Очень важно, поддерживаете ли вы связь с отцом, осуждаете ли вы его за то, что он ушёл от... Вашей мамы. И, соответственно, какие выводы вы для себя из этого сделали. В принципе, 19 лет, ну, развод, это не так травматично, как, например, если вам было 5, 6, 7, 8 сантиметров и так далее. Ну, если предполагать, я сейчас только предполагаю, то вот семью вы начали хотеть именно после развода ваших родителей, потому что поняли, вероятно, насколько это плохо без семьи, то есть семью свою вы потеряли и пытались эту семью, значит, создать. Вот. Вероятно, поэтому вы так отдельно жить не стали и продолжали содержать свою работающую мать. которая, мало того, что стремиться к порядку, она вам навязывает этот порядок и навязывает порядок вашей девочке. По какой причине вы стали содержать себя и мать? Для меня остается загадкой. То есть, получается, что ваша мама была на содержании у папы, она себя не обеспечивала и женщина для вас, она именно такая, как ваша мама. что мужчина должен обеспечивать ее, что мужчина должен вам содержать и так далее. Ну, в любом случае, она позволила вам себя содержать. Вы пишите, значит, начали мы с девочкой заново познавать друг друга. Ну, вы знаете, за пять лет, не, ну, не знаю, поменяться-то вы могли, достаточно сильно, да, за пять лет можно. Но прям познавать друг друга, ну, не знаю. Значит, в итоге выяснилось, что у нее такие же приоритеты в жизни, задание семьи и рождение детей. А вам не кажется, что это такие довольно, довольно узкие приоритеты в жизни? Задание семьи и рождение детей. Что кроме этого, как бы еще что-то нужно, нужно что-то для себя, для личности. Потому что, ну, женщина это не сосуд, из которого появляются дети. Мужчины это, знаете ли, не ходячий сперматозоид, да? Вот. Мужчина это не муж, а женщина это не жена. Это социальная роль, но не единственная социальная роль. Ну, удивительно, что вы своей девочкой называете партнершей. Она действительно для вас была только партнером, по сути. Это потом дальше проявится. Вот. На тот момент мы жили, то есть создание семьи и рождение детей, это единственное, что у вас общего? Чем мы вообще занимались вместе? Так. В итоге выяснилось так. На тот момент мы жили в разных городах, все наше общение заключалось в разговорах по телефону, переписке в интернете, встречались мы резко. В месяц один-два раза, на один-два дня, при встрече, все было идеально. То есть вы общались на расстоянии, соответственно, идеализировали. То есть вот, вот она девушка, думаете вы, думали вы. Хороший. Хороший. Внешний сценарий, наверное, да? Ну, симпатичный, привлекательный для вас. Хочешь того же, что и я. Имею детей. Общение приятное. Ну, на одном уровне, в смысле. Вот. Ну да. Идеальный партнер. Очень легко идеализировать. Особенно легко идеализировать и вас, потому что она младше. Ну и вы тоже идеализировали. Так. Мы хорошо понимали друг друга, общие цели, планы по восстанию семьи. Кирилл, ну честно, вот хочется здесь хвататься за голову просто и кричать. Потому что какие общие цели? Какие планы по созданию семьи? О чем вы говорите? Не может быть семья планом. Не может быть создание семьи планом. Это приходит по желанию, это приходит по чувствам. Какие могут быть планы по созданию семьи, если вы друг с другом тесно не взаимодействовали? Кирилл. Это говорит. Взрослый. Как вы там себя назвали? Взрослый, ответственный и серьёзный. Да? Я был просто уверен, что встретил именно того человека, с которым хочу провести всю жизнь. Ну да. В интернете. На один-два дня встречаюсь. Раз в месяц. И ориентируясь только на вот этот вот конфетно-букетный период. Да? Наверное. Ну. Опять же. Это пишет ответственный, серьёзный, взрослый человек. Который уверен, что встретил по интернету того человека, с которым хочешь провести всю жизнь. Вся жизнь. Всю жизнь. Вы проведёте только с собой. Только с собой. Сами. Но опять же. Это сыграть им стоит желание. Ваше. Вот семья, например, для чего? Для безопасности. Безопасности. А безопасность почему важна? Потому что была травма, вероятно, когда развелись родители. Вот. Тут вы не чувствуете себя в безопасности сами по себе. Возможно. Потом, по истечению полгода, значит, по прошествии неких событий. Каких событий? Я начал с ней разговор, чтобы она приехала жить сам со мной. Пока временно у меня дома с матерью, потом отдельно съезжать на квартиру. Так. Вот вы, взрослый ответственный человек, зовёте девушку жить у вас дома с матерью. При этом мат работает, вы работаете, но жить вы будете с мамой. Вот. Ну, не вяжемся это как-то со взрослым поведением, с ответственным поведением. Так. Дальше. Она неохотна, но согласилась. Как вы думаете, почему неохотна? Да. А, значит, потом отдельно съезжать на квартиру. Когда потом? В этих аспектах нужны сроки. Конкретные сроки. По факту, если обещаете. Сроков я не увидел. Так, значит, вы пишите. Мы оба с очень трудными характерами импульсивные, вспыльчивые и живые, одним словом. Опять же, так вы оправдываете свой низкий эмоциональный интеллект. Простите. Так вы оправдываете то, что вы не умеете выращать свои чувства адекватно. Уметь оценивать их, не умеете, точнее вы, оценивать их и грамотно распознавать. Это, по-вашему, живой человек. Это не живой человек, это невротичный человек. Когда она переехала ко мне, она не работала. И что? А должна была? Я ей об этом не говорил, чтобы она шла на работу. Ну, вы, может быть, и не говорили, но... Вы сейчас говорите. А значит, хотели, чтобы она шла на работу. А значит, вели себя соответствующим. Не вербальный язык в тело. Только вот вопрос. Для чего вы хотели, чтобы она шла на работу? Так. Просто чтобы она делала домашние дела, чтобы ухаживала за своим мужчиной, как подобает женщине. А как подобает женщине? А как подобает женщине? Кто устанавливает, как подобает женщине? Вы, но вы не женщина. Вы мужчина. Вы оставляете за женщиной право выбирать, как проявлять к вам внимание и заботу и так далее? Если да, хорошо. Если нет, сразу нужно предъявлять требования, которые необходимо выполнить, чтобы за вами ухаживать. А если женщина не хочет ухаживать за мужчиной? Она, как бы, не женщина или что? Мать у меня тоже работает, но основной заработок это мой. Не очень понял, с чему вы это написали. А я открыл свое небольшое дело, пока оно начиналось не очень хорошо. Я устроился на работу, чтобы было на остальной жизни. Она меня отначально поддерживала в открытии этого дела и сказала, чтобы со мной до конца. И вы поверили, женщине их на слово. В злое 421 у нас произошел первый конфликт. Мы, матери моей, покупали букет на день рождения с цветочком. Я встретил просто знакомую девочку и сказал ей привет. Короче, девочка устроила вам, значит... Девочка устроила вам скандал, цену ревности. Почему не уверена в себе? Почему? Потому что не чувствует свою значимость. Почему? Потому что у нее нет возможности себя проявить. Почему? Потому что вы априори создали ей невыгодные для этого условия. Почему? Потому что она не чувствует себя хозяйкой в доме, и она об этом сама говорила. И ей не так легко было найти работу на новом месте. Кроме того, никаких сведений об образовании вы не приводите. То есть у вас дело, значит, по специальности, по образованию вы не работаете. У нее салон красоты, ну как бы тоже, значит, по специальности и образованию у нее нет. Об учебе вообще никак, речь не идет. Ну, то есть... Сложно найти работу без специальности. Вот, значит, ну, опять же, вы говорите, моя партнерша, да? То есть партнер – это вот человек, который вот непосредственно помогает вам добиваться вашей цели. Ну, женщина, она не партнер. Может быть, сексуальным партнером, да. Но тогда у вас есть общая цель. Общее дело, точнее. А семья общим делом быть не может. Так, у нас начался скандал, вот. Вы вступили в скандал. Не у вас начался скандал, вы вступили в скандал. Это и есть ответственность. Это то, кем вы себя называли. Ответственным. И ответственный человек говорит, что у нас начался скандал. Не у вас. А вы. Вы вступили в скандал. По какой причине? Непосредственно в сам день, с день рождения матери, она проснулась. И вместо того, чтобы помочь матери, в какой стати она должна помогать матери? Она собралась и послала на маникюр. Её право. Когда я у неё спросил, что она ей вообще хоть помогла, матери моей, она ответила, что да, но я в принципе поверил. Она с вами живёт или с мамой? Ответственный человек, Кирилл. Скажите, пожалуйста. Потом, в принципе, у нас были ссоры, причём я не был инициатором с драками. Вы могли позволить себе ударить женщину. Угу. И как вы это расцениваете? А всё почему? Потому что вы женщину не уважаете. Нет у вас ощущения, что женщина это человек, это личность. У вас женщина либо партнёрша, да, либо как-то ухаживает за своим мужчиной, либо кто, либо вот, собственно, жена, наверное. Личности, человека, общих целей, общих дел, общих сфер, общих занятий, кроме секса. У вас нет. Значит, ну и далее, её ревность. Вот. Значит. Её ревность. Ну, ревность, про ревность я уже сказал. Только... Я сомневаюсь, что это произошло вот так. Что вы покупали подарок, вы сказали девочке привет, и она начала вас бить. Если бы это было действительно так, то, наверное, скорее всего, вы бы с ней расстались тут же. Либо вы от неё очень зависимы. То есть она вам нужна очень сильно. Но если она после... вот никогда вам не говорила ничего, и после этого тут же начала нас бить, а то ей говорят о том, что человек неуравновешенный, и... Матери ей быть нельзя. Так, вы говорите, что повелись на то, что она... Начала собрать вещи. Повелись. Вы говорите. А что значит повелись? Если любите человека, войдёте, войдёте в её положение. Положение у неё незавидное. Полная зависимость от вас. Ничего своего. По сути. Так. Значит, эм... На работе у меня много контактов девушек, дальше работ никогда не ходила. На этой почве у нас тоже возникали конфликты, но там ничего не было. Так. Значит, ну ревность. Кроме того, только что у вас возникали конфликты. То есть вы деконфлектовали, по какой причине? Сами. Вы. Дальше. Значит. Дальше у нас в эпичке зашло за выполнение обязанностей. Так она не работала, я просто от неё хотелось бы наделать домашнюю работу и готовку, уборку, стирку, гласку и прочее. Слушайте, если бы вы более ценностно относились к себе, вы бы понимали, что вкладывать хочется только в свою квартиру. В свою же площадь. Или то, или в ту её часть, что фактически огражена. То есть там, где человек может развернуться, почувствовать себя дома. А... и всё. И всё. А с какой стати убирать? Убирать квартиру? С чужую, которая не принадлежит. Где мотивация? О. Скидывать, гладить. Нет, ну Кирилл, вы серьёзно? Это всё. Квартира небольшая, делать особо ничего не надо. Это, к сожалению, оценочное осуждение. Ваше. То есть... Это вы считаете, что квартира небольшая, и вы считаете, что делать ничего не нужно. А у девушки может быть другое мнение. Да и живёт нас три человека. Да, Кирилл, да. Именно так. У вас живёт три человека, и эти три человека могут убрать квартиру хоть кто-нибудь, один из них. И убирают тот, чья это квартира. А не тот, кого пригласили. Вы думаете о том, что вы пригласили девушку. Вы сказали ей приезжать. Не она, она просилась к вам. Понимаете? В чём дело? Она не хотела приезжать. Вообще-то. Но... Вы обещали ей жить отдельно. А если бы вы жили отдельно, там бы выбора не было у неё уже. А там бы совсем по-другому всё было. Когда я матери сказал, что хочу, чтобы моя спутница жизни жила дома. Опять спутница жизни, какая-то идеализация совершенно. Она сказала, чтобы дома был порядок, и прочая мать любит порядок. А какое дело спутницы жизни для того, что любит ваша мать? Она с матерью живёт или с вами? Если вы сказали, что вы хотите, чтобы спутница жизни жила в доме с матерью, то вам и обеспечивать её проживание, а не спутница жизни. Понимаете? Ответственный человек, Кирк Кирилл. Матери вообще не должно быть здесь. Потому что... Мать хозяйка, а женщина, она не чувствует себя хозяев-хозяйкой. Ну, вы об этом писали. Так как она не знает, как что делать, и всё было сделано на тяп-ляп, чтобы её не обижать, я молча всё переделывал. Ну, это какая история. История. Вот, с одной стороны, вы молодец, что переделали. Потому что, ну, помочь своей женщине, да? Хорошо. Но, с другой стороны, с другой стороны, вы ведь переделывали для того, чтобы она потом это делала. То есть, вы ждали от неё чего-то? Вы ждали от неё того, что она будет переделывать. Понимаете? Если вы ждали от неё того, что она будет переделывать, то, простите, не нужно было до неё ничего переделывать. Если вы именно хотели, чтобы она переделывала, чтобы она делала, точнее, то, что нужно, за неё переделывать ничего не нужно. Почему? А потому что человек, во-первых, привыкает к последствиям, ну, то есть, привыкает к тому, что вы помогаете ей. И, б, не сталкивается с последствиями того, что делает она сама. Ну, а вы, как мне думается, просто боялись реакции своей мамы. Вы боялись, что мама будет недовольна, а мнение мамы для вас очень важно. Вот. То есть, как мать своего родителя вы принимаете, уважаете и любите, а вот как женщину вы свою мать вообще не воспринимаете. К сожалению. Вот. Ну, это, опять же, вполне закономерно. Здесь. Ну, вот в том, что вы пишете. 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 И если человек не сталкивается с последствиями своих поступков, он никогда ничего не поменяет. ну, а вы, переделывая за нее, и не позволяя ей столкнуться с тем, с результатом того, что она делала, делала, вы еще сильнее принижали ее значимость. значимость. Ну, вероятно, в своих собственных глазах. Я этого, конечно, не знаю. до конца. Ну, до конца. Вот. Но в любом случае, факт остается фактом. что вы здесь поступили не как взрослый человек, да, а именно как родитель. Потом просто показывала, что, эээ, как нужно что делать, а зачем, зачем, зачем. она просто видела, как надо. Кому надо. Кому надо. Понимаете? А-а-а! Вот. Кому надо, собственно, собственно, говоря. Вы говорите вот, что, надо, что нужно, а кому, вам это нужно. Хозяевам дома. Ну так и, соответственно, раз хозяевам дома это нужно, то это их ответственность. Опять же. Далее. Далее вы пишете, что к уборке и готовке она подходила без фанатизма. Она была подходить с фанатизмом? Откуда такие ожидания? В уборке я ей помогал. Для чего? Мать мне всё говорила, что не так, когда убираться. Ну понимаете, да? Понимаете? Мать говорила, что не так, когда убираться. Ну вот и получается, что девушка приехала к вам, а сегодня по правилам вашей семьи, вашего дома. Разве это здорово? Мне просто показывалось, что она делает неправильно. Она и не должна делать правильно, скорее всего. Она делает так, как считает. У неё своё восприятие, своё видение того, каким должен быть порядок. И у любого человека должен быть стимул, мотив, чтобы следить за домом. Своих. Вот. А у девушки мотива не было. Почему? Потому что она должна всё делать так, как считает мать. Ведь мать говорит, как правильно. И самое интересное, что вы, мать слушаетесь. Да, при взаимоотношениях с мамой это отдельная ситуация и тема, да. И я бы с неё начал. Не с истории с девушкой, а с мамой. Потому что мама первая женщина. Чем дальше тем меньше она хотела что-то делать. Правильно? Потому что не чувствовала, что это её дом и чувствовала, что всё она делает не так и никакого голоса ничего она не имеет. Порой доходила до скандалов опять. Вы опять вступаете в скандал. Вы. Она мотивировала это тем, что она не хозяйка в этом доме. Ей хочется купить те продукты, которые нужны, и приготовить то, что хочет она. Делать всё, когда хочется к ней, и к Ане, когда надо. И да, это правильно. Это правильно. А как считаете вы? Вы же обещали ей переехать? Потом, когда она вышла на работу, она убиралась вообще 12 недель, всё это время делала я, либо мать. Правильно, ваша квартира. Ваша квартира. Опять же, вы пригласили её. Вообще, вот говорю, знаете, ответственные взрослые люди, они, если хотят семью создать, сперва, озабочивая, озабочиваясь ещё в площади. Вот. Чтоб была. Чтоб было, куда девочку привезти. У вас, вот, как-то это странно. Процесс. Кроме того, если вы предполагаете, предполагаете съезд, а, ну, жить один, значит, либо вы будете свою маму содержать дистанционно, либо вообще не будете её содержать. Тогда возникает вопрос, а для чего вы содержите её сейчас? Кстати, впрочем, у меня с матерью были разногласия и ссоры, так как она её не устраивала, сумма бардак, и она должна убираться за нами. А за кем-то, наверное, за одним человеком? У них от вашей девушки был такой беспорядок. В конце концов, можно было просто за ней не убираться, а убирать только то, что касается вас, и всё. У вас всё там однокомнатная квартира, что речь идёт об бардаке? Откуда такое внимание уборки вообще? Стремление к чистоте – это проявление перфекционизма. Проявление перфекционизма – это обесценивание себя. Так, так я обещал, что дома будет порядок, делал всё сам. Ну, правильно, убирала, в принципе, я сам замечался, что всё-то валяется, и какой-либо мусор она не уберёт. А зачем, если есть свой? А может, так несколько дней лежать, пока я не уберу. Ну, опять же, зачем, если есть свой? В итоге, во время семейного проживания, она, может, и двадцать раз собралась, столько же приготовила по куче и постирала. Во-первых, никакого семейного проживания нет, потому что вы не мучшая жена. Во-вторых, квартира – это не ваша с ней, а ваша с мамой. Разные вещи. Так, когда делает что-то мать, она даже не двинется ей помочь, а должна. Затем двум женщинам что-то делать. Просто для меня тоже играют роль взаимоотношения между избранницей и матерью. Я хочу, чтобы между ними тоже было взаимопонимание. А зачем вам это? Вы живете за своей женщиной. Какое дело до матери? Ваша женщина и мать – это ваши женщины, но абсолютно разные, из разных сфер. Их нужно разграничивать. И они совершенно не должны дружить и иметь взаимопонимание. Почему? Потому что это разные люди. Ваша мать – это одна, один человек своего времени, своей эпохи, которая считает, что для её сына, то есть для вас, идеальной женщины нет. И она будет принять любую. Любую. Понимаете? Тем более такая как, тем более такая какая вот по хозяйству, ну, порядка стримится, к идеалу. Так, значит, было такое, что когда мы все пошли закупать продукты, девушка была моя недовольна, что она не может продукты выбрать тоже, хотя отказа и не было. Ну, мы говорим про невербальный язык. В невербальном языке всё ясно, что она лично здесь. А причётом того, что девушка ревнует, она что-то не уверена в себе. Ну, в общем, развивается невроз. Так, в тот же вечер я ей дал деньги отдельно, чтобы она докупилась, что ей хочется и вообще просто, чтобы было поправить на себя. Зачем? Вы дали ей деньги, зачем? Хотели что-то получить? Просто так? С какой целью? На момент, когда она приехала ко мне, я еле сводил концы с концами. И зачем приглашали тогда её к себе? На мне были оплаты кредитов моих, а потом коммунальные платежи и покупка продуктов. Ну, если вы берёте кредиты, то есть живёте в долг, то есть непосредством ответственный, серьёзный и взрослый Кирилл. То это ваша ответственность оплачивать свои кредиты. Но не мешало бы подумать, а как вообще получилось так, что вы взяли кредит? Влезли в него. При том, что квартиры у вас свои нет. Про машину вы тоже ничего не говорите. Обучения точно нет. Ну да, есть дело. Есть дело. Обычно кредит берут кратки в бизнес. Ну, понимаете, какая история. Если вы брали кредит в кредит для бизнеса, то тем более ваша ответственность. Ещё, чтобы нам были деньги куда-то сходить, что-то купить. Так, ну, знаете, вот здесь интересный момент. Куда-то сходить и что-то купить. Это единственное время провождения, которое у вас общее было. Это первое. Второе. Если вы приглашаете девочку, когда вы сходите еле концы с концами, то, наверное, вы донесли до неё, что это так. И, соответственно, вопрос здесь денег куда-то сходить и что-то купить стоять не должен был. Но он стоял. То есть у вас ответственность за всё, кроме самого себя. Я всегда выделял равные суммы для неё и для мать. Это в корне неправильно, потому что нельзя уравнивать мать и девочку. Нельзя. Хотя бы потому что мать работает, а девочки нет. Хотя бы потому что девочка приехала к вам, а мать живёт здесь. Это в корне неверно, но важно то, почему вы это делаете. Всё остальное было в отдельной калькуляции. Основной доход мой, всё уходило на дом. Ну, опять же. А по какой причине всё уходило на дом? Такого не было, чтобы я куда-то ходил, пропивал деньги с друзьями. А это вообще к чему вы написали? Я либо тащил всё в дом, либо, когда ей что-нибудь нужно было, давал на её нужды. А это к чему? Вы для чего это делали? Ну, не могу сказать, что я прям очень часто делаю подарки, но старался делать приятные мелочи, купить букеты, цветов, шарики, заказывал суши любимые, делал всё по своим возможностям. Опять же, для чего? Для чего всё это? Какой цель? На что рассчитывали? Что рассчитывали получить? Если рассчитывали что-то получить, что делать не нужно. Вообще ничего не нужно делать для человека, если вы рассчитываете что-то получить. И вот именно тот факт, что вы рассчитывали на что-то и обесцениваете всё, что вы делаете, как будто не имеет смысла что-то делать, если вы чего-то сделаете. Лучше не делается. А иначе это не поступки, а барты какой-то. Обмен. Просто обмен. Так, значит, был разговор, что я помогу ей на учёбу поступить, но у меня не вышло. Вот, что говорит о том, что вы неадекватно оцениваете свои возможности и не несёте ответственность за себя. Но опять же, взрослый, серьёзный и ответственный человек Кирилл пообещал помочь с учёбой и не выполнил. Кстати, а почему вы помогаете ей с учёбой? Учёба кому нужна? Ей. Так вот, спустя она и ищет возможности. Нет? И это было у нас всегда. Что именно было всегда? Разговорить, что вы поможете ей на учёбу поступить? Непонятно. Потом она устроилась на работу в целом красоты. Пока она не получала денег, я ей их давал. Покупал материал для её работы, давал деньги на одежду, выплачивал её кредит дополнительно к своим. И я полагаю, что что-то ожидали от неё. При этом уже как-то забыв, что вы её позвали. При этом как-то забыв, что вы пригласили её сами. Как мужчина я содержал нас всех временами, я от этого уставал. Правильно. Там сниматься, держать вы не должны были. И жить вам нужно по своим правилам, а не по её. Поэтому уставали. Её родители нам материально помогали, не помогали, а помощи им не просили. Но вы хотели. Вы хотели помощи. И в глубине энергии считаете, что вы достойны этой помощи. Почему? Ну потому что вы же всё делаете для... Ну... Для... Своих. За время того, как она работала, она несколько раз покупала какие-то мелкие продукты, хотя прекрасно знает, что дома закончилось. Опять же... Зачем ей что-то покупать, если есть вы? Опять же... Это её право покупать продукты. Но не обязанность. Так. Эээ... Когда что-нибудь попросишь, она говорит, что денег нет. А с какой целью вы её просили? Чтобы проверить? Когда раньше вы обходились без её денег. Только у неё деньги появились, сразу стали просить. Странная история. Только у девочки появилась возможность что-то значит в себя вкладывать. В том числе и в учёбу. Кстати говоря. Вы стали сразу просить. Странно? Странно. То есть... У вас никаких личных границ нет. Всё для всех. И... У всех не должно быть личных границ. Всё для вас. Видимо так. Один раз купила на свои, а я сказал, что у неё нет денег. Она купила там мелочи, и потом, когда я добавил, она была подмучена, что у меня деньги есть, и она потратила свои. Ну, это знаете, это вот... Вы говорите, что это любовь. Кирилл. Попробуем. Так. От неё особых запрак не было. Траться этот период не было. А должны были быть? Я опять над была этим недовольна, что живёт. Одного стола есть, но ничего домой не покупали. Так вы же её пригласили. Вы же её пригласили, Кирилл. Ну, вы пригласили её. Она сама не приехала. Она не стучалась к вам в дверь и не говорила при... Приютите меня, пожалуйста. Так. Вообще, в плане заботы я не видел, что она для меня что-то старается сделать приятное, какую-нибудь мелочь. Но, опять же, это обесценивание, потому что каждый человек проявляет себя по-своему. Это первое. Второе, примечательно, что вы хотели, чтобы для вас делали что-то приятное. То есть, вы в этом нуждались. Вопрос в том, в чем именно вы нуждались. В чем-то вы нуждались, да, для себя, а мелочи, то, что человек давал, вы обесценивали. Это вот классический пример невроза. То, что хочу сам не делаю, то, что предлагаю другие, не принимаю. Идеализирую свои желания. За этот период, что я сделал лично для меня, так это мне купила, боже мой, Кирилл. Вы, серьезно, вот это все пишите, честно, читать противно. И вы говорите, и вы говорите о семье, вы говорите о любви. Правда? Мне в голову стала закрабливаться мысль, что она меня не любит, что ей просто удобно жить. Но, опять же, забываю при этом, что вы сами ее пригласили. Она мне всегда говорит, ты должен, ты обязан, ты мужчина. Так вы себя так поставили, Кирилл. Вы горбатитесь на всех. Вот вам и говорят. Вот вам и говорят. Если я психолог, и я помогаю людям, то мне говорят, Андрей, ты должен помогать людям. Если я психолог, мне что-то никто не говорит, Андрей, ты должен быть инженером или строителем. Нет. А если бы я был строителем, мне бы, наверное, говорили строить дома, что я должен строить дома. И, наверное, что я должен это делать хорошо. Вот как вы себя поставите, так вам и говорят. То есть, она, как бы, говорила вам то, что вы делали и так. Но вам это было неприятно. Почему? Потому что вам не нравилось то, что вы делаете. Вы делаете это по нужде. Говоришь про ее обязанности, говоришь, что она отражение моего отношений и что давай жить отдельно. Ну, в принципе, да. В принципе, правильно. Только, опять же, здесь нужно понимать, что девушка-то не уверена в семье. И... В общем-то... Это адская смесь, когда девушка... Когда человек не уверен в себе, попадает в чужую среду. Да. И вообще чувствует, что все от него что-то ждут. Поэтому, поэтому... Знаете, ну... Обязанности добровольно берутся, че человек постепенно выстраиваются. И уж точно не в такой среде. Далее, вы пишите, был у нас конфликт, а полностью был виноват я. А если вы полностью были виноваты, почему две недели вы сняли отношения? Тогда... Это первое. Второе. Не бывает полностью виноватым в конфликте один человек. Бывает полностью виноватым... Ну... Оба. Это да. А один нет. Что говорит о том, что вы склонны брать на себя вину. Вина является проекцией вашей ответственности за себя. То есть ответственности за себя вас нет. Вас этому не научили. Ну вот, винить себе... Это да. А Джим и говорит ваше поведение. Дальше мы решили съехаться отдельно. С ее уст было, что давай напополам снимать. Угу. Хорошо. Если вы договариваете снимать пополам, то, соответственно, происходит что? Ну, происходит... Учет денег. То есть... Вот. Например. Будем снимать пополам. Он пополам. Да. Будем снимать пополам. Хорошо. Какая нужна сумма? Ну вот, сумма, там, примерно, ну, тысяч двадцать. Да, допустим. Допустим. Соответственно, десять тысяч... Человек. А? Да. Хорошо. Когда у тебя будут десять тысяч, чтобы ты смогла заплатить? Вот так решаются вопросы. Как решаются вопросы вы? Когда дело дошло до реальных действий, денег у него нет. А вы обговорили? Не понятно. Что я вообще позорник, что ей такое предложил. Ну, что именно предложили, я не понял. Я не понял. Но... Опозорили вы ее тем, что не договорились с ней заранее о том, как будет происходить оплата. Вот. Ну, я думаю, там еще есть моменты, еще есть элементы, конечно. Вот. То, что человек ненадежный, да, девушка не уверена в себе, вот эта вся история. Но опять же. Вы ее приняли такой. Так в чем проблема принимать ее такой дальше? Или не принимать? Нас пригласили на свадьбу. До этого я нас одел на зиму, мы тогда мирились два дня, я снимал квартиры, тратил деньги. Боже мой. Кирилл. Зачем вы тратили деньги? Зачем? Вы мирились два дня со своей любимой женщиной, вы говорите, тратил деньги. Инвестиции вы что ли делали? И сказал, что в этом месяце за кредит заплати сама. Ну, в принципе, справедливо. Она согласилась, после приобретения зимней одежды она даже приготовила ужин и сделала небольшой пирог. Ну вот. Ну вот. Девушка, привет со стимул. Да? Стоит для нее сделать то, что ей нужно, а не то, что вы хотите. И вот. Сейчас что? Ужин. Пирог. Девушка, это цветок, за которым нужно ухаживать. Ухаживаете хорошо? Чутка. Он расцветает. Ухаживаете плохо? Не чутка. Он вянет. Все просто. За день до свадьбы она нашла деньги на платье. Заняла у сестры. Поехала купила. Ну, смотрите, какая самостоятельность оказывается, да? На свадьбе нам предложили после их окончания пойти в клуб. Я спросил у нее, сглали она деньги, так как не рассчитывала на продолжение. А зачем вы вообще пошли в клуб, если, ну... То есть, если вы не собирались, это, точнее, если у вас нет, нет денег, вы просто отказали бы, сказали нет, про нет, нет, как бы в клуб мы не пойдем, как бы мы устали, там все, извините. Вот. В чем проблема была практика? Если вместо этого вы обращаетесь к девочке, и говорите неизвестно, она деньги. А женщина должна брать деньги? Вы считаете как? Кирилл. Нет, ну, конечно, какая-то женщина должна брать деньги, безусловно. Но ваша женщина реально может брать деньги? Мне кажется, что, с учетом того, что вы ей не рассказывали, это не самый дальновидный человек. И вы не могли этого не знать. И тем не менее, вы задаете ей этот вопрос. Зная, что она, а, купила платье, заняла у сестры, денег у нее не густо, и, б, ей нужно платить за кредит. Ну и вопрос возникает по итогу. С какой целью вы ей задали этот вопрос? Чтобы что? Скорее всего, чтобы спровоцировать. Чтобы выставить ее несостоятельную. И вот это ключевой момент. Вы выставляете ее несостоятельной. Почему? Потому что вам нужно это сделать для самоутверждения себя. Потому что вы себя состоятельным. При всем том, что вы делаете. При всем огромном объеме работы. Вы себя состоятельным не интересуете. Так. Она ответила, что все деньги оставила на работе и с собой ничего не взяла. Меня это уже возмутило, и я ей сказал. А что возмутило? Кирилл, что вас возмутило? А взрослый, ответственный, серьезный человек Кирилл, Восмутился, что его женщина не взяла деньги. Откуда такие завышенные ожидания? Она мне ответила, что остаток оставила на кредит. И это правильно? И вот в клубе кульминации произошло. Так а на какие деньги вы пошли в клуб? И зачем вы пошли в клуб? Кирилл, зачем? Какую целью? Почему? Значит так. Мы пошли в компании. Мы пошли в компании, я танцевал. Нет, Кирилл. Я не верю, что вы танцевали. Я верю в то, что вы танцевали с девочкой какой-то. Я верю в то, что свою девочку вы провоцировали. И опускайте события. Все, как вы поняли, были выпившие. Нет, мы не поняли. Мы не поняли, что все были выпившие. Пить не обязательно. Не обязательно пить сын. Не обязательно пить и сливать мне денег на клуб. Понимаете? Мы не поняли. Она при всех ударила меня по лицу, хотя повода не было. Повод был. Без повода она не ударила, было. Но если во всех, во всех остальных случаях она ведет себя как адекватный нормальный человек, то повод был. Вы сразу вышли из клуба, у нас начался скандал, дошли сюда драки. Но опять. Опять. Почему вы скандалили? Из-за чего вы скандалили? Ответственный, серьезный человек Кирилл. Скажите мне, пожалуйста, этот момент. Почему вы позволили себе ввязаться в скандал? И тем более ввязаться в драку с девушкой? Вы же считаете себя мужчиной? Почему так? А потому что? Потому что ваша мама, ваша мама не является для вас женщиной. А ваша мама является мамой, которую вы боготворите. Но боготворя маму, вы обесцениваете женщин. Потому что это же обесценивание вам нужно для того, чтобы маму обесценивать. Чтобы оправдывать себя. Чтобы выживать. Вот. В этих не совсем здоровых отношениях с мамой. В итоге я ее ставил на улице поздней ночью. Ну и вы считаете это нормально? Потом я уже устал от этих выяснений. Она мне прислала видео с изменением, на что я очень агрессивно отреагировал. С какой-то почему. Скажите, вот если вы любите ее. Хотите быть с ней. Агрессия. Ну хорошо. Вы устали от выяснений. Если есть между вами проблемы, ну обратитесь к психологу. Нет. Вы этого не сделали. Странно. Агрессия это защита. От чего защищалась? Что именно нарушило вашу безопасность? И как? С этого момента она забрала весь остаток своих вещей и ушла, оставив ключи. Ну в общем-то... В общем-то... Как вы считаете? Как она поступила? И почему остаток вещей? Не очень, не очень я понял. Теперь мне мое большинство знакомых, эээ, говорит, что она мне не правда, что мне не подходит. Да нет, Кирилл. Нет. Она вам подходит. Просто... Вы не смогли выстроить с ней отношения. Нормальные мужики. С твоей стороны. Можно желать говорить, эээ, вообще, еще раньше. А какая ровность, кто что говорит? Так вы знаете, вообще, ваши знакомые вам что-то говорят. Обсуждают, позволяют себе следить. Я ее люблю и хочу быть с ней. Ну так купите отдельную квартиру или приобретите ее, живите там. Разделите ответственность между собой. За что ответственность я, за что ответственность ты. Я хочу, выполняю свою ответственность. Не хочу, не выполняю. Ты хочешь, выполняешь. Не хочешь, не выполняю. И все. Что? Вы не хотите быть с ней. Вы хотите семью. Но понимаю все это, думаю, что не может быть по-другому дальше. Отпустить не могу. Правда полюбил. Нет, Кирилл. Не в любви. Дело здесь. Не в любви. Дело. Дело в том, что... Вы... Ее очень прочно восприняли как партнершу для создания семьи. И настолько вы уже в это вот ввязались, настолько вы уже к этому, ну, привыкли. Что и отпустить ее поэтому не можете. А если бы любили, то поняли бы, что ушла она не от хорошей жизни. А от того, что несчастная, несчастная очень. И либо отпустили бы, позволив ей быть счастливей. Либо... Делали бы все, чтобы самому сделать ее счастливой. Что делать? Разбирать отношения с мамой. Менять отношения и восприятие к себе. Повышать свою самооценку. Прорабатывать, расстраивать личные границы в первую очередь с мамой. Менять отношения к женщинам. И вырабатывать свое мужское поведение. И я бы сказал, что переоценку ценностей нужно делать, потому что семья и дети не могут быть самоцелью. Это не может быть самоцелью никак, потому что семья это то, что люди вкладывают, но не то, чего люди ждут. Равно как и дети. Это то, что вкладывают, но не то, от чего чего-то ждут. А иначе идите, и семья будет не свободна. Несвободна. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш текст, даже не вопрос, а текст, потому что вопросов вы не задаете. Никакого. Опять же, показатель серьезности, Кирилл. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если поставите дизлайк, пойму, но я надеюсь, я думаю, что вам нужно было это выслушать. Это очень неприятная вещь, но я думаю, вам нужно было это все выслушать, потому что иначе вы так никогда и не поменяетесь. Либо вы примите это все и начнете корректировать себя, либо вы так и будете жить дальше. Конечно, вы когда-нибудь какую-то девочку встретите, но будете ли вы счастливы, это очень и очень вряд ли. Я желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...